Море, солнце, пальма, ноутбук. Идеальная картина работы фрилансера. И хотя реальность не всегда такая экзотичная, те, кто выбрал работу в отрыве от офиса и коллектива, видят много плюсов в этой модели. Фрилансеры всего мира сегодня отмечают свой профессиональный день. И, наверное, многие из них это сделают, как обычно, онлайн. Вы не поверите, но мы умеем общаться с людьми, сказал фрилансер Денис, когда мы попросили разрешение снять на видеокамеру. Как он беседует с приятелем. Нелюдимые айтишники – стереотип, им тоже нужно общение. Именно поэтому некоторые фрилансеры предпочитают работать не из дому, а в кафе или в каворкинг-центрах. В отличие от офиса, где коллектив работает в среде какой-то, с общим начальством, с общими проектами и так далее, здесь люди занимаются вообще всем. И поэтому всегда можно поговорить. Денис стал фрилансером в 14 лет. Подрабатывал. После школы закончил факультет экономической кибернетики. Устроился в офис, но снова сбежал на свободные хлеба. Сейчас создает компьютерные игры. Когда работаешь с интересом, результат трансформируется в деньги, во-первых, естественного, во-вторых, более приятным образом. Потому что я, например, вообще в принципе не могу работать без вовлечения. Не нужно работать по строгому восьмичасовому графику. Нужно работать больше. Вопреки стереотипам, большинство фрилансеров иногда работают все то время, когда они спят. А не с 9 утра до 6 вечера. Я проснулся, начал работать. Я закончил работать и уснул. И такой ритм жизни бывал 3 месяца просто без перерыва, каждый день. С другой стороны, время отдыха фрилансер тоже сам определяет. Главное – гаджеты не забыть и выбрать курорт с хорошим интернетом. Который фрилансер или фрилансер требует инспирации для создания работы. Проектом, над которым работают фрилансеры. Это его новый бизнес, родившийся благодаря пандемии. Согласно мировой статистике, самые популярные сферы фриланса – веб-дизайн и графический дизайн. На третьем месте – программирование.